Автотранспортные предприятия Одесского региона вышли на борьбу против гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Усиленная обработка автобусов, маски на автостанциях и даже бесконтактные термометры. Таких термометров на предприятии несколько. В начале рабочего дня каждый водитель предприятия Павидеополь Автотранс проходит проверку популярным нынче прибором. Есть бесконтактные термометры в зале ожидания в окошке у диспетчера. Там же каждый пассажир может вооружиться на время поездки защитной маской. Наше предприятие полностью сотрудничает и консультирует санкт-педимстанция, которая подсказывает, как нам правильно обрабатывать автобусы, что мыть, что не мыть, чем мыть в том числе. Тут помещение автостанции. Если кому-то понадобится, мы, пожалуйста, чтобы не распространялась эта зараза, диспетчер выдает, проинструктированно, выдать маску, если понадобится. Недалеко от автопарка – Авидеопольская автостанция. Отсюда отправляются рейсы в направлении привоза поселка Таирово, Черноморское и сел Немецкой Балки. Перед каждым выездом машину ждет тщательная санитарная обработка. Особое внимание контактным местам, поручням и дверным ручкам. Руководитель предприятия рассказывает о спецсредстве, которое применяют в новом эпидсезоне. Это вот то средство, которое мы применяем для дезинфекции автобусов. Это специальные таблетки хлорсодержащие. Они растворяются на 5 литров воды. То есть хватает буквально 4 таблеточки. И эти 4 таблетки убьют все. И вирус, и коронавирус, и туберкулез, все будет вот такие вот таблеточки. Все будет чисто. Но это не на целый день, насколько я понимаю, периодически надо менять. Обязательно. То есть в раз, ну допустим, все автобусы обрабатываются, обязательно с вечера. То есть все автобусы должны быть вымыты вечером. Такие меры по защите от инфекции, в том числе и от коронавируса, проходят на всех транспортных предприятиях Одесской области. Предписание от обладминистрации получили в том числе аэропорт и железная дорога. Наши автотранспортные предприятия, в том числе и другие объекты инфраструктуры, так это выполняют. Автовокзалы, как я уже назвал, залезничные вокзалы, морвокзалы и аэропорт. Жейды проводятся регулярно, постоянно, каждые 2-3 дня мы выезжаем на одни из предприятий, проверяем выполнение поставленных доручений. Завтра подобная проверка ждет две крупные одесские автостанции, привоз и Старосинную. Транспортные потоки и количество пассажиров там в разы больше, чем в Идеополе. Виталий Хемь, Юлия Польнова, телеканал Репортер.